Наша профессия, профессия медицинского работника, это, наверное, одна из таких ярких примеров служения во имя людей, на благо людей. Ведь людям в белых халатах, люди доверяют, наверное, самое ценное, что у них есть – это собственное здоровье, а также здоровье своих родных и близких. А когда ты приходишь на помощь, когда ты готов помочь человеку в его беде, когда ты даришь жизнь, восстанавливаешь его здоровье и полностью посвящаешь свою жизнь этому, наверное, тогда медицина становится твоим призванием, призванием, которое требует от тебя полной отдачи, какого-то особенного гуманизма и сострадания к человеку. Когда я закончил аспирантуру, то встал в выбор, куда мне направиться дальше, в какую, скажем так, более углубленно изучать, какую специальность хирургическую, то мой научный руководитель, профессор, доктор медицинских наук Завада Николай Васильевич, он предложил мне как раз-таки заняться лечением ожогов. Я согласился и считаю, что не прогадал. С первого дня я полюбил свою специальность и не жалею ни дня о том, что свелал свою жизнь именно с комбустеологией. Что касается первого пациента, то, наверное, как любое что-то впервые сделано, первые шаги, первые удачи, либо разочарования, это же самое происходит у нас с пациентами. Первый пациент как раз-таки был в интернатуре, которого я самостоятельно прооперировал, это пациент с паховой грыжей, и, конечно, мандраж, подготовка к операции, судорожное перечитывание книг, сама операция, послеоперационный период, когда ты каждые полчаса бегаешь к пациенту и спрашиваешь, как у него самочувствие. Наверное, все это, конечно, ярко в памяти сохранилось до сих пор, но когда дело уже подходит к выписке, с выписки с благодарными словами пациента за помощь, то он, наверное, является какой-то своеобразной такой точкой, точкой, с которой начинается твоя профессиональная жизнь, когда ты понимаешь, что ты можешь помочь человеку. Что касается вообще нашей специальности комбустеологии, мы занимаемся лечением ожогов, и тут, к сожалению, нет такого быстрого получения результата от своей работы. Если в обычной хирургии ты прооперировал пациента, и он потихонечку поправляется, то здесь наша работа, она кропотливая, ежедневная, и может длиться месяцами. И здесь здоровье пациента не зависит от одного дня, от одной успешной операции. Это зависит его здоровье от командной работы, от всех сотрудников ожоговых отделений, и свое оперативное лечение, свое, скажем так, значение врача-комбустеолога-хирурга, мы занимаемся исключительно лечением ран, да, отвечаем за этот процесс. Но это невозможно без поддержки наших коллег, таких как реаниматологов, анестезиологов, да, либо каких-то других специалистов, которые участвуют в лечении наших тяжело обожженных пациентов. Поэтому это исключительно командная работа. И чтобы добиться вот этого хорошего результата, по спасению такого пациента тяжелого, конечно, это должна быть сплоченная командная работа. Поэтому говорить, что это полностью зависит от врача-комбустеолога, то это очень сложно. Но когда ты вот всем коллективом, конечно, борешься за жизнь такого пациента, и пациент уходит домой на своих ногах, возвращается к своим родным и близким, ты получаешь неимоверное, конечно, удовлетворение от своей работы. Но, к сожалению, есть оборотная сторона медали. И в нашей специальности, как и в другой, любой вообще в общем медицине. Это тонкая грань между жизнью и смертью пациента, между его выздоровлением и его уходом из жизни, к сожалению. Поэтому, конечно, у каждого из нас есть, скажем так, пациенты, которые ушли из жизни. И каждый такой пациент откладывает неисплодимый след в памяти каждого врача. Все наши пациенты, которые, скажем так, с обшитными площадями повреждения кожных покровов, тяжело обожженные пациенты, они все сложные. Они все на грани жизни и смерти находятся. Поэтому говорить о каких-то особо ярких, особо важных случаях сложно. Но наиболее такой известный, который на всю республику, конечно, это случай Романа Кагадовского. Особенно, когда это ребенок, когда это героический мальчик, который вынес своего брата из горящего дома, спас ценой своего здоровья, своей жизни. Ему жизнь, конечно, это накладывает дополнительный какой-то отпечаток на ту ответственность перед этим ребенком, ответственность перед его родными. И получилось так, что ответственность перед всей страной. Конечно, тут это является ярким таким показательным случаем, который показал полностью наш профессионализм, наши командные работы, нашего республиканского ожогового центра. Наверное, это такой самый яркий случай за последние годы, по крайней мере. однозначно нет. Такая мысль никогда не возникала. На самом деле, ни дня не жалела о своем выборе, о том, что связал свою жизнь с медициной. И если бы представилась какая-то возможность пройти путь заново, то наверняка я полностью бы его повторил. Ну, скажем так, приходя домой, конечно, пытаешься отвлечься от всего, посвятить время своим родным и близким, любимой жене, любимому сыну, провести с ними время, как-то отвлечься от работы. Но иногда бывают такие случаи, когда приходится, скажем так, и по выходным дням приезжать в клинику, чтобы перевязать своих пациентов, какие-то сделать назначения, скорректировать лечение. Ну, иногда и снится работа. Поэтому говорить о том, что мы полностью оставляем ее за порогом нашего дома, так сказать, нельзя. Все-таки 24 на 7, наверное, это про нашу специальность. Мы похожи чем-то, наверное, на МЧС. Они выносят пациентов из огня, а мы дальше их лечим. Поэтому зачастую наши специалисты ожогового центра, они выезжают по всей республике, если где-то что-то случается, сложные случаи, чтобы поставить правильный диагноз, выработать тактику лечения. То есть это бывают и вечерние, и ночные выезды. Поэтому, конечно, здесь мы всегда наготове. Я уже говорил, наши пациенты, к сожалению, быстро не выздоравливают, не поправляются. Поэтому долгое время проводят здесь. За это время ты успеваешь с ними познакомиться не только как с пациентом, но и как с личностью, как с человеком. Они успевают проявить себя как люди. Поэтому вот эта тонкая грань взаимоотношений между врачом и пациентом, она всегда существует. И, к сожалению, ожоговая травма, она наносит след, отпечаток на судьбу человека, на всю жизнь. Поэтому наши пациенты, они всегда находятся под нашим диспансерным наблюдением. К сожалению, приходится приходить к нам повторно, потому что развиваются последствия ожоговой травмы. Это какие-то патологические рубцы, контрактуры, деформации, которые нам приходится либо консервативным последующим лечить, либо вплоть до оперативных хирургического лечения. Ну, скажем так, в своей специальности, учитывая, что да, наша вообще специальность, она на поверхности. То есть это не что-то случилось где-то внутри организма у человека, а сам пациент видит, что с ним случилось, как происходит процесс лечения, как он поправляется, какие следы останутся у него в последующем на теле. Он это все осознает. К сожалению, к некоторым, скажем так, осознание вот этих последствий, оно наносит какую-то психологическую травму в том числе. Поэтому мы, комбустеологи, должны иметь какие-то навыки определенные психотерапевтического общения с нашими пациентами. Конечно, где-то их приходится и пожалеть, где-то мы, может, в каком-то моменте и наругать, если они не выполняют наши требования, потому что это в конечном итоге улучшит их состояние и приведет к более здоровому, ну скажем так, быстрейшему выздоровлению. Поэтому навыки вот такого психологического общения и контакта с пациентом – это очень важно в нашей специальности. Уважаемые коллеги, в этот замечательный профессиональный праздник, день медицинского работника, искренне хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех вас за ту заботу, за тот профессионализм, за милосердие, которое вы проявляете к пациентам, за тысячи спасенных жизней. Наша специальность наверняка является одной из самых благородных и требующих уважения. Поэтому всем вам хотелось бы пожелать удачи, свершения поставленных целей, достижения тех результатов профессиональных, которые наметили вы для себя и, конечно же, крепкого здоровья. Здоровья, которое каждый день вы дарите своим пациентам. Успехов, добра и мира в вашем доме. Субтитры создавал DimaTorzok